Ребята, всем привет! С вами канал GameTop. Хочу показать вашему вниманию билд на монаха через скилл волна увечий с комплектом сетовых кулаков, дух шин луна. Итак, с чего же начнем? Наверное, давайте начнем со скиллов. Итак, наш главный скилл, который дает нам главный ДПС, волна увечий с руной на огонь для максимального ДПСа. Второй скилл, прозрение с руной, которая повышает вашу стойкость, понижает весь получаемый урон на 50%. Стойкость очень важная, потому что в этом билде стойкости не хватает. Так, мощный рывок, используя также для нашей, повышает нашу маневренность. И также ставится руна, которая также повышает, при использовании на 4 секунды повышается уворотливость на 40%, тем самым тоже повышает нашу стойкость. Третий скилл, ураганный удар с руной схлопывание. Это получается руна. У нее аж 3 цели. Первая цель, мы все запускаем кольца оплот воли, также запускаем наручи силача, ну и также притягиваем к себе противников, чтобы нам за ним бегать. Четвертый скилл, нет, это уже пятый скилл, тоже получается скилл для повышения стойкости, манта спасения, тоже на уворотливость. Шестой скилл, шестой скилл уже получается нам нужен не для отхиливания, а для того, чтобы быстро накапливать наш дух. Дух, получается наши ассетовые кулаки, повышает урон нам когда? Когда у нас, чем больше духа, тем мы повышаем себе ДПС. Потому везде качаем дух, если на шмотке прокает дух, это тоже очень хорошо. В пассивке тоже берем плюс 50 к духу. Получается, за каждую единицу духа урон увеличивается на 1,5%, что, как говорится, очень хорошо. Но смотрим на вторую пассивку. Получается, когда накапливается полностью весь дух, вторая пассивка. Дух начинает резко падать, получается, каждую секунду отнимается по 65 духа. Но срабатывает вторая пассивка этих кулаков. Получается, у нас дух падает, а урон увеличивается на 100%. И нам нужно попытаться так сделать, чтобы эта пассивка прокнула, которая пожирает у вас дух. И чтобы у вас дух был постоянно на максимум. Падает, вы быстро отжираете, падает, вы быстро отжираете. Вот для этого и нужно дыхание небес с уронами, которые повышают восстановление духа вашего. Так, пассивки. Первая пассивка, получается, для восстановления духа. Вторая пассивка для повышения скорости. Третья пассивка повышает наши резисты, тем самым повышая нашу стойкость. Очень хорошо. Также, очень важно взять пассивку на откат. Камень на откат. И шлем. Корона Леорика, которая тоже повышает свойства самого камня, тем самым повышая наш откат. Также откат повышается еще с помощью камешка. Гохок стремительности. Также, а что у нас в кубке, смотрим, что у нас. В кубке на откат ничего нет. Какие есть еще хорошие пассивки? Хорошая пассивка признания смерти, получается, дает нам вторую жизнь. Как бы после смерти мы выживаем. Также пассивка комбинации ударов, которая повышает, как бы, наши обычные атаки на 10%. Стремительность. Данная пассивка повышает скорость нашего основного умения. Шестое чувство. Полученный нефизический урон уменьшается на 25%. Тоже для повышения стойкости. Также для повышения стойкости путь стража. Когда у вас в руках две двуручки, ваше уклонение увеличивается на 35%. Ну, это, в принципе, все пассивки, которые полезные. Но в моем случае я выбрал именно эти четыре пассивки, которые я посчитал более полезные. Ну, в принципе, пассивка, которая повышает дух, 100% уберется. Пассивка, которая повышает откат умений, тоже 100% уберется. Дальше, в принципе, берутся пассивки кому что важнее. Кому важнее выживаемость, берется на выживаемость. Кому важнее на ДПС, берется на ДПС. В принципе на выбор еще есть пассивки на выживаемость и пассивки на ТПС Да что есть над чем подумать и что выбрать Так про скиллы я рассказал, теперь давайте посмотрим наши вещи Про кулаки я рассказал Берем кольца оплот воли Берем две вещи с сета одеяния 1000 бурь Чтобы получилась первая пассивка скорость атаки умений восстанавливающий дух увеличится на 25% А наносимый ими урон на 300% Очень хорошо Наручи и силача уже показывал Вторые наручи берутся наручи Стражи духа Стражи духа получается для стойкости Наручи и силача это повышение ТПС Какие наручи одевать не имеет значения Какие лучше поркнули те одеваем Те что хуже поркнули те ложим в куб Кольцо в кубе Если вы бегаете один одеваем единство Если вы бегаете в компании одеваем собрание стихий Оружие в кубе получается летящий дракон Это один из немногих сетов где гарнила уходит на второе место Куб показал Также одеваем ноги покорители подземных глубин Для повышения урона нашего основного умения Получается основное умение у нас огонь Потому одеваем перчатки Магические кулаки Которые дают нам плюс 20 к огню И одеваем пепельный мундир Который тоже дает нам плюс 20% к огню Также хорошо если есть 20% к огню На ручках Ну и на шее тоже хорошо Про шлем тоже уже рассказывал Ну в принципе по вещам покупку все Теперь спутник Что тоже немаловажно Получается нам нужно хорошо регенерировать наш дух И потому берем спутника по-любому Кормака Нас интересует его четвертый скил Который повышает скорость восстановления духа на 10% Ну и получается он хилит у нас Пассивный хил Активный хил Дар берем на бессмертие Это естественно потому что мы здесь используем единство Щит получается при блокировке он замораживает цель Ну и ножик Юн Чан Дон Который при атаке если у моба Меньше 17% хб Он его замораживает Очень хороший амулет Суть Йохана Этот амулет даже нам бы неплохо поставить Если там хорошо он прокнет у вас Путинг этим амулетом будет притягивать мобов к себе Единство сказал Ну и вот хорошее колечко Которое в последнее время хорошо переделали Пересень Ока Получается при любительстве монстрам С какой-то вероятностью Получается небольшая область В которой повышается ваш урон на 35% Это не значит что нужно чтобы ваш спутник убивал этого монстра именно Может быть это в будущем как-то пофиксят Но сейчас спутник рядом просто бегает Вы убиваете монстра Эта аура появляется перед вами Вы в ее заходите И тоже кажется повышается ваш ДПС А я еще забыл показать эти Пояс Ну тут два вылора Стандартный пояс который хорошо повышает ДПС Это получается колдовской час Но учитывая что мне нужна хорошая выживаемость Повысить стойкость Я себе одел поясы Из ушей Как видим здесь кое-что написанная пассивка Урон от атак ближнего боя уменьшается на 30% Это кстати максимум Мне повезло Камешки Про камешки Как же мог это упустить Гохок стремительности Этот камень нам повышает скорость атаки И повышает нам откат Хорошо Второй камень Сила красоты Повышает нам урон основного нашего умения И восстанавливает нам 2% От нанесенного урона Этим же умением Получается в принципе Это наш основной отхил 2% кажется что немного Но учитывая что мы будем бить там По миллиарду По полтора миллиарда По два миллиарда 2% очень хорошо отхиливают вас Третий камешек Всем хорошо известный камень Приклятия плененных Этот камень наверное использует Почти каждый билд Почти каждый герой Почти каждый класс Повышается урон По замедленным целям Ну этот камень И сам замедляет этих противников Всем спасибо за внимание Кому понравилось Пальцы вверх Кому не понравилось Пальцы вниз Как этот билд себя ведет На поле боя Видео будут отдельные Ссылки на это видео Будут в конце этого видео Смотрите Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok